свободны, но она даст тебе силу, возможность торжествовать над этим миром, демоническим миром и нести Божий свет, Божью победу. Сегодня мы будем принимать вечерю, вечерю или причастие. И это символично, что сегодня день, когда мы опять вспоминаем и празднуем Пасху, Пасху, воскресенье Иисуса Христа, и самое первое, конечно же, что когда мы берем вечерю, когда мы берем вечерю, это акт признательности, благодарения. Знаете, две женщины раз в месяц встречались всегда в одном и том же ресторане, имели очень хорошее время, хороший обед, общались и так были рады этой встрече. И просто официант подошел однажды и сказал, почему вы всегда встречаетесь, просто проводите время или что? И они рассказали. Одна из них сказала, что год назад я просто стала умирать. То есть у нее отказала одна почка, и почку нельзя было спасти, ей нужна была трансплантация. Трансплантация, и ее подруга отдала ей эту почку. И она говорит, раз в месяц мы просто решили для себя встречаться и делать такой обед благодарности и признательности Богу и друг другу за то, что вот в нас есть эта дружба, за то, что моя подруга, она практически спасла мне жизнь. И вот сегодня, когда вы будете брать эту чашу, тоже не забывайте, что это воспоминание, это акт признательности и благодарности за то, что Господь сделал для нас. Второе, как бы замечание, без которого, наверное, не будет, моя проповедь полной, и именно предупреждение перед тем, как мы будем брать причастие. Мы не можем брать причастие с нераскаянным сердцем. Если в нашем сердце ложь, обида, гордость, если в нашем сердце есть зависть или что-то худое, в Писании сказано, что не берите причастие. Не берите причастие, потому что многие из вас потом болеют и даже умирают. И вы знаете, практически это, наверное, самый главный закон, когда мы приступаем к причастию. И в одном госпитале привезли больного, которого не могли определить, в чем проблема, не могли продиагностировать. Он лежал уже вторую неделю, у него делали тесты, у него отказали органы пищеварения, он не мог глотать, он не мог ничего кушать. То есть остановился кишечный тракт, и ему вливали все питание через трубочки, через капельницы, но не могли найти причину, в чем дело. И одна из медсестер сказала, давайте позовем капеллана, давайте позовем капеллана. Ну, тут действительно только уже все в руках Божьих, чек медленно угасал. Когда пришел капеллан, капеллан этот был молодой человек, и он даже не мог, как бы, давать причастие, он просто начал, вот, недавно свое служение, он увидел этого человека всего в трубках, капельницах, и этот человек, он стал ему говорить, что, говорит, в Писании сказано, что если вы больны, то призовите служителей и помолятся за вас. Не хотели бы вы, чтобы совершили мы молитву за вас? Он сказал, мне нет прощения. Он говорит, что такое, что произошло? Он говорит, я совершил страшный грех. И он говорит ему, отдайте этот грех Богу, покайтесь в нем, покайтесь. И он расплакался, и этот капеллан положил руку ему на голову, и человек покаялся в своем грехе. Я даже не помню, не знаю точно, что это был за грех, но он оставил ему Библию и сказал, я скоро вернусь. Оставил Библию, побежал, быстро купил виноградный этот сок или кусочек хлеба принес, и он говорит, после того, как вы покаялись, я бы хотел предложить вам причастие, я хотел бы, чтобы вы поучаствовали вот в этой вечере, я буду участвовать вместе с вами. Вы согласны? Он сказал, конечно же, да. Человек был выписан из госпиталя на третий день. После того, как он в покаянии пришел действительно к престолу благодати, принял эту вечерю с чистым раскаянным сердцем, пришло исцеление. Пришло исцеление. Поэтому, знаете, сейчас очень много ситуаций, связанных и с национализмом, когда люди, которые были братские народы, начинают друг друга ненавидеть. Тогда, когда люди близкие не могут найти точное соприкосновение даже в собственной семье, не могут простить друг друга. Господь говорит, отдай это мне, отдай свою боль, прости. Я это все взял на крест, и я уже понес это все на кресте. Освободи свое сердце. И только тогда приступай к вечере. Давайте мы встанем сейчас и совершим молитву. Аллилуйя, Господь, мы не устанем благодарить Тебя за Твою кровь святую. И, Боже, это самая главная проповедь. Любой церкви, любой динаминации, крест и кровь, спасение, то, что Ты сделал на кресте. И сейчас, Господь, мы просто благодарим. Первое, мы благодарим. Как эти женщины, они делали обет благодарности каждый месяц, так и мы, Господь. Мы не пришли сюда покушать плюшек и попить чай. Мы пришли Тебя в вас благодарить, Господь. И, Господи, нам этого достаточно просто преклониться пред Тобою и сказать Тебе слова любви и благодарности. Это и есть, Господь, сегодня наша пища, Господь. Ты, Пасха наша. Не кулич, но Ты, Господь, Боже, Пасха наша. Пасха, это значит, прошел мимо. Прошла мимо смерть, прошло мимо проклятия, прошло мимо наказания, прошел мимо дьявол, губители, ангел смерти. Прошло мимо нас. И мы свободны, Господь. Мы прощены, Господь. Но, Боже, мы не хотим принимать эту вечерю в осуждение себе, Господь. Мы не хотим принимать на болезнь себе, Господь. Мы не хотим принимать, чтобы преждевременно уйти с этой земли, не исполнив в полноте Твою волю. Поэтому, Господь, сейчас, Боже, мы просто стоим пред Тобою. И мы, Господь, сейчас каемся во всех наших ошибках, грехах. И, Господи, особенно то, что гнетет нас, особенно, если это не прощение, Господь. Мы прощаем всех, кто согрешил против нас. Мы прощаем наших обидчиков, Господь. Мы прощаем, Господь, может быть, неправильные поступки наших близких, наших детей, наших родных, наших работодателей. Может быть, даже правительство, с которым мы не согласны. И мы благословляем их. Мы благословляем. Мы отдаем их Твои святые руки, Господь. И, Господи, Ты сказал, кто судья? Я судья. Господь, Ты судья. И, Господи, Тебе отдан весь суд на небе и на земле. Господь, очисти наше сердце. Ты сказал, что если мы приходим в покаяние, то Ты, будучи верным и праведным, прощаешь все наши согрешения и очищаешь нас. Господи, мы просим прощения за маловерие, Господь, за страхи наши, Господь, за сомнение, Господь. Мы просим прощения, Господь, если мы где-то, Господь, оставляем Тебя, ленимся, Господь. Мы просим прощения, Господь, за нашу бушующую плоть, которой мы даем место, которую мы воскрешаем, доставая ее из гроба, вместо того, чтобы ее распинать с Тобою, Господь. Мы просим у Тебя прощения. Мы просим прощения, что Дух наш, может быть, находился на голодовке этот месяц, и мы не кормили его ни словом, ни молитвой, Господь, ни общением с Тобой. Прости нас, Господи. Прости, Господь. И, Боже, дай, Господь, опять начать с начала, Господь, этот месяц. Помоги нам укрепляться в Тебе. Помоги нам, Господь, не разочаровываться, когда приходит малейшая проблема. Но, Господи, отдавать Тебе, Господь, доверяя Тебе. Ведь Ты наш папочка родной. Ты наш Абва-отче. Ты наш отец. И мы Твои дети. Омой нас, очисти, освободи. Укрепи, Господь, Своей святой кровью. Омой грехи наши, Господь. Вдохни нас в силу Духа Твоего, Святого. Идти по этому миру, противостоять дьяволу, противостоять всем соблазнам. И быть верным Тебе до конца. Да будет вся слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Дайте ему! Продолжение следует... Продолжение следует...